Наш любимый хоррор Которые будут развиваться в течение третьего сезона вокруг Тебби, Джима, Томаса, Фатимы и Бойда Давайте сразу перейдем к этому эпизоду и разберем все, что там произошло Вот что было во втором эпизоде третьего сезона, завершим объяснением Предупреждаю, в этом видео будут спойлеры Звонок Джиму Первое, о чем я хочу поговорить, это звонок, который Джим получил в конце эпизода После похорон Тянь Шэня, Джули и Итан пошли посмотреть на животных одни Удивительно, что Джим их оставил, учитывая, что чуть не потерял обоих детей ночью, пока искал жену Можно подумать, он стал бы осторожнее после случая с Тянь Шэнем, но нет Войдя в дом, он впервые за эпизод остался один и тут зазвонил телефон Он обернулся, услышал помехи, а затем голос Папа, это Том Помехи усилились, а потом звук растянулся Думаю, сейчас события могут развиваться в двух направлениях Первое, телефон выведет Джима из себя, что явно повлияет на его рассудок Мы знаем, что ему трудно с детьми после исчезновения Таби и ее побега из города Но с выходом Тома он полностью сосредоточится на этом И возможно, тот образ мыслей, который был у Джули в первом сезоне шоу Когда она чувствовала, что недостаточно хороша для него И его мать снова выйдет на передний план, что еще больше усугубит разрыв между ними Я чувствую, что Джули в любом случае пойдет по темному пути Но это может ускорить направление, в котором она движется, потому что у нее не будет поддержки отца Так как он будет отвлечен на многие другие вещи Думаю, ясно, что за Томом на другом конце провода стоят существа Том умер много лет назад, так что трудно поверить, что это он Мы знаем, что в этом сезоне существа умнее и чувствуют уязвимость людей Желая их сломить и мучить, а не просто убить Они играют с едой, как мы видели с Бойдом и Тяньшенем Это может быть одна из самых жестоких игр, в которые они играют Есть теория, что мальчик в белом может быть Томасом Таби и Итан – двое из тех, кто видел мальчика в белом Если это он в телефоне Джима, значит Джим тоже его видел Это сложно объяснить так, чтобы это имело смысл Я открыт этой идее, но не думаю, что шоу пойдет этим путем Думаю, существа играют с Джимом, пытаясь расколоть семью Донна сказала Байду фразу, что мы – все, что у нас есть, показывая важность единства и сплоченности для выживания И мы надеемся найти выход Разрушение единства с существами – самое важное в их подходе Интересно, что Том общался с Джимом по телефону, потому что Том умер Когда Джим и Таби отвлеклись и пошли отвечать на звонок, отложив его в сторону, пока переодевался А потом он упал и умер Это был зловещий способ общения с Джимом Что происходит с Фатимой? В первых сериях мы видели, как Фатима роется в сумочке У нее скоро родится ребенок, но в этой серии у нее отвалился палец Это заставило ее уйти туда, где никто не беспокоился о ней Но когда она вернулась, мы увидели Фатиму с другой стороны Отравленные существа на стене ломались Оставшись одна, она схватила их и начала есть Фатима не ела дни, но сломанные существа ей не вредили Это наводит на мысль, что внутри нее растет необычный человек Напоминает ребенка Розмари, где женщина носила в себе существо Точнее, демоническое существо Думаю, история Фатимы могла вдохновить тот роман и фильм Время покажет, но вряд ли для Фатимы все кончится хорошо Табита – та, кого избрали В этом эпизоде Таби проснулась в доме отца Виктора, следуя подсказке в обеде от Виктора Генри удивился, увидев старый пакет И вызвал полицию, заподозрив неладное Когда Таби упомянула место без выхода, она показала вещи, невидимые другим И он также упомянул детей в башне Это напомнило Генри слова его жены Миранды У Миранды были видения, будто она общается с детьми, запертыми где-то в башне Она рисовала увиденное, и на картинах в ванной были элементы города Там были дети, встреченные Таби ранее, но интереснее всех была пустая девочка Последняя, кого видела Таби Это явно задело ее за живое Избранных выбирали и раньше, чтобы найти выход из города, но никто не смог Однако, если Таби свяжется с ними и выпустит его, это намекнет, что она избранная Что ей предстоит найти способ освободить попавших в ловушку горожан Мы знаем, что парень в белом появляется перед Таби в мэне Но ей нужно найти способ связаться с ним, чтобы получить ответы Интересно, что в этом эпизоде Виктор просто ушел в начале И больше мы его не видели К концу эпизода уже наступала ночь, и на фоне смерти Тянь Шеня мне любопытно Останется ли он в тени, или все-таки вернется Смерть Тянь Шеня была центральным событием эпизода И то, как она затронула всех, было очень эмоционально Когда Бойт подошел к телу по просьбе Джейд, это было очень сильно, и то, что он держал в руках, было именно тем, что я ожидал Реакция Кенни оказалась самой тяжелой для просмотра Он звонил матери, переживая, что с ней что-то случилось Мрачная музыка усиливала эмоции, пока я наблюдал за ним Теперь он был один Когда мы впервые увидели Бойта, он говорил на кантонском, но мы не понимали, что он говорит В конце выяснилось, что это были последние слова Бойта Я здесь, я позабочусь о тебе, ты больше не одна Эти слова было тяжело слышать Донна на самом деле злилась на Бойта Потому что считала, что он подвергает всех опасности, отправляясь на поиски животных Даже если это были единственные ресурсы для выживания, которые у них были Она считала, что единство и надежда были основой того, что у них было Что было важнее животных И что смерть одного члена сообщества могла убить часть надежды в городе Но этого не случилось, так как он нашелся То, что имена владельцев машины забылись Показала неизбежность ситуации, терзающей город Это побудило его перейти в наступление, чтобы попытаться поймать одно из существ Думаю, именно это он и собирается сделать с Кенни в следующей серии Мысли о смерти заставили его понять Он хочет не просто выжить, а бороться за свободу всего города Будет интересно увидеть его поведение Ведь его мышление явно изменилось Мой обзор эпизода Это был еще один отличный эпизод сериала Он не был таким ярким, как предыдущий Но это и не требовалось Еще одна катастрофа снизила бы эффект первого эпизода В прошлом видео я сказал, что не видеть судьбу Тянь Шеня хуже Это дает простор воображению Однако в этом эпизоде мы узнали о его смерти И это было ужасно Ее убили, медленно растягивая плоть Это выглядело жестоко и было чистым злом Игра актеров была отличной Особенно выделялся бой Я чувствовала все эмоции, которые он передавал Боль, гнев и груз ответственности В этом шоу нет ни одной скучной сюжетной линии Таби более отчаянный, но я думаю, что его история будет стоить ожидания Шоу умело балансирует между психологическим ужасом и визуальным гор Это идеальный баланс, я всегда впечатлен Неделя до следующего эпизода Держитесь Вот и все Это был разбор второго эпизода третьего сезона Чтобы увидеть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok